Хаски, Хаски, я сибирский Хаски, я бандит и я не строю глазки. Хаски, Хаски, я сибирский Хаски, я бандит и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет! Меня зовут Бандит и я первый в России Хаски видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки, так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бачок. Парни, меня кое-что беспокоит. Папася, ты не чеши это место и оно тебя беспокоить не будет. Ты чем-то заболел в пенсии? Это заразно? Предлагаю посадить бандита в картину, пусть там сидит. Ну во-первых, не в картину, а на карантин. Во-вторых, я ничем заразным не болею, а в-третьих, меня беспокоит младший человек. Так это он что ли заболел? А это заразно? Давайте тогда его на картину, карантину посадим. Да блин, он меня беспокоит, потому что уже целую неделю не выходит из своей комнаты. Если оттуда воняет, значит он еще не сдох. Короче, я предлагаю пойти и проверить, чем он там занимается. О-о-о, а тут все-таки воняет. Младший человек, а чего ты тут у себя какашич развел? Что еще за слово новое такое, какашич? Это чтобы звучало прилично, чтобы не назвать это срачем, я назвал это какашичем. У меня все нормально, просто я немножко занят. Во что он там играет? Новая игруха какая-то? Какие-то человеки бегают, магией пуляются, фигня какая-то. Это не фигня, это Хогвартс Легаси, самая популярная РПГ игрушка этого года. Хогвартс? Че-то знакомое. Деревня в Саратовской области? Сам ты деревня, это школа магии. Ты что, Гарри Поттера не читал? Кто такой Гарри Поттный? И почему он потный? Да не Гарри Поттный, а Гарри Поттер. Это такой волшебник. Он учился в школе магии, которая называлась Хогвартс. Там учат всяким заклинаниям, учат готовить зелье и учат воспитывать всяких волшебных животных. И че? У тебя в квартире живут 4 магических пса, у тебя у самого есть магия, зачем тебе эта игра? Вот смотрите, вы допустим знали, что существует специальное заклинание для левитации. Левитация? Это че такое? Понос, наверное? Так это прочь простого. Хасямба, масямба, жидкая какашамба. Капец вы дикие. Левитация это чтобы заставить что-то летать. Вот смотрите, Вингардиум Левиоса. Куда вы меня тачите? Идите, иди, иди. А ну поставь меня на место. Капец, это ж прям можно быть настоящим волшебником, как в книжках. Так парни, все, я хочу поехать учиться в Хогвартс. Ну вообще туда абы кого не принимают. Чего? Да мы самые знаменитые магические псы в галактике. Да нас любая школа магии с руками оторвет. Вот именно, а меня вообще должны взять первым, потому что я черный лис, я ужас летящий на крыльях ночи. Тут я вам помочь не могу. Если хотите поступить в Хогвартс, сами думайте как туда попасть. Короче парни, я прочитал, что в Хогвартс ходит поезд. Но на вокзале надо на какую-то странную платформу пройти. Но туда пускают только если у нас будет письмо о том, что мы приняты в эту школу. Капец, и как там сделать это письмо? Может на компе подделаем? Я же настолько каванна, что мы легко сможем обмануть преподов и попадем в крутую школу магии. Не, брателло, это не вариант. Они же там тоже крутые волшебники. А если они применят против нас заклинание правды, и мы сразу им все выложим? Я понял. Чтобы учиться в Хогвартсе, надо послать им магическое послание. Так они поймут, что у нас есть магия, и с радостью нас туда примут. А что мы им пошлем? Какой текст? Типа, привет, это мы, самые крутые псы на ютубе, у нас есть магия, а ну быстро нас принимайте в свою школу. Нет, надо дипломатичнее, волчары. Нужно что-то вроде этого. Уважаемые учителя, мы скромные псы из России, хотим учиться в вашей школе, потому что слышали они много хороших отзывов. Мы уже владеем магией, и нам надо повысить свой уровень. Ладно, пусть будет по-твоему. Хасямба-масямба, сообщение отправлямба. И чё, как мы узнаем, что они ответят? Ну, в книжке и в игре там вроде сова должна прилететь и принести письмо. Сова это же такая большая птица? Кек, смотри мне, если к нам в квартиру прилетит сова с письмом, её кушать нельзя, потому что она не еда, а почтальон. Ваше Величество, ну чё вы сразу начинаете? Я что, такой хулиган? Я же благородный пёс, и знаю, как надо обращаться с почтальонами. Признавайтесь, это ваши проделки? А шо такое? Шо ты такой возбуждённый? Не только что в окно прилетела сова, бросила эту кепку и улетела. Сова? Офигеть, почему она к тебе прилетела? Почему не к нам? Это вопиющееся негодяйство! А потому что у младшего человека окно было открыто, а в этой комнате закрыто. Вот и пенсия. Блин, точно, поздравляю, бандит, ты балбес. А что из-за кепка странная? Её что, сова принесла? Она же должна была письмо принести. Вы что, ждали письмо из Хогвартса? Ну вы даёте. Да, сова притащила эту старую кепку. Как я понимаю, эти английские ванечки нам отказали в учёбе. Хе-хе-хе-хе, сказал чувак, который совсем недавно сам был английской вонючкой. Подождите, тут какой-то листок. Ого, это письмо. Вы предварительно приняты в нашу школу волшебства Хогвартс. Распоряжением директора. Ура, нас приняли! Беру назад слова про английских вонючек. Да погоди, тут ещё. Вы должны пройти испытательное обучение в квартире. И предварительное распределение на факультеты. В этом вам поможет распределяющая кепка, которую мы отправляем с этим сообщением. Чего? Я у младшего человека в игре видел, что там распределяющая шляпа, а не кепка. Ну может это у них такая мобильная версия? Шляпа здоровая и сова её не может утащить. И как происходит это распределение на факультеты? Надо её просто надеть на вас и послушать, что она скажет. Капец! Мы доверим свою судьбу говорящей кепке! Чур я не первый! Ой, давай я первый. 20 человек, напяливай на меня эту распределяющую кепку. Ого, там учатся самые коварные злодеи. Ну правильно! Кто у нас самый коварный злодей? Я самый коварный злодей! Всё, берегитесь волчары. Вот, научат меня всяким заклинаниям страшным. И я вас начну ими пугать. Из тебя злодей, как из кекса табуретка. Мы тебя не боимся, понял? Так, давайте я буду следующим. КОГТЕВРАН! Чего? Чё за дурацкие названия в этих факультетах? Когти рван? Рванные когти? Ублик, не когти рван, а когти вран. Хе-хе-хе-хе! Ржу не могу! Рыжий соплей, и тут что-то кошачье досталось. Что-то там про когти. Говорила тебе, поцелуй стеклицы до добра не доведёт. Хе-хе-хе-хе! Короче, кепка в очередной раз подтвердила, что в облик хватит. Ничего-ничего, шутите-шутите. Смётся тот, кто смётся последний. ПУФИНДУЙ! Хе-хе-хе-хе! А я так и знал, что кексу достанется Пуффиндой. У него же есть супер-пук. Но теперь мы его будем называть Пуффиндой. Капец! Это название факультета реально на пук похоже! Блин, ну почему мне так не повезло? Так-так-так, а на какой факультет распределяют меня? Ну-ка, младший человек, давай напяливай на меня эту распределяющую кепку. ГРИФИНДОР! И чё это значит? Это хоть нормальный факультет? Нормальный, нормальный. В нём как раз Гарри Поттер учился. Крутие здание невероятное! А чего такого хорошего этот Галли сделал? Младший человек, ты расскажи нам, а то стыда будет приехать в Хогвартс и не знать, что у них там творилось. Ну как вам сказать? Гарри Поттер это парень, который как бы смог победить главного злодея. Чё имя нельзя называть? И в чём прикол? Почему главного злодея нельзя называть? Ага, непонятно. Вот всем известно, что я коварный злодей. Меня зовут Великий Кок Третий. Ну просто все очень боялись называть это имя, поэтому не называли. А как его зовут, этого злодея-то? Его зовут Волан-де-Морт. Имя как имя. Великий Прынский Ксиандр-14 намного круче звучит. Спасибо, бандюганчик! И так чё, этот Гарри Поттер его победил? Ну так, в книжке написали и в фильме сняли. То есть, ты хочешь сказать, младший человек, что это твой Воланчик? Не Воланчик, а Волан-де-Морт. Ну ладно, ты хочешь сказать, что твой Волан-де-Морт жив и его Гарри не замочил? Вот именно. Более того, Волан-де-Морт сейчас ищет тех, кто сможет сравниться по силе с Гарри Поттером. И особенно тех, кто попадает в Гриффиндор, для того, чтобы устранить их. И специально для этого он создал игру, которую назвал Хоквартс Легаси. И в того, кто долго в неё играет, вселяется частичка великого Волан-де-Морта. Спасибо, что дали мне понять, кто из вас попал в Гриффиндор. Волючие собаки. Субтитры сделал DimaTorzok